МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Барнаул попал в список городов с наибольшим загрязнением уровня атмосферы, сообщает Политсибру со ссылкой на сайт Минприроды России. Подробнее об этом и не только в обзоре материалов изданий Сибирской медиагруппы. Так вот о загрязнении атмосферы. Барнаул попал в список наряду с еще 20 городами России. К слову, краевую столицу не включали в него с 2011 года. В худшую сторону ситуация стала меняться с прошлого года. В два раза в атмосфере увеличилась концентрация бензопирена, оксида азота и сажи. Особенно высокая она была в ноябре-декабре, когда на юге Западной Сибири формировались неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных веществ. В Алтайском Минздраве проведут проверки после многочисленных жалоб жителей региона. Об этом пишет Банкфакс. Число недовольных лекарственным обеспечением в крае за прошлый год выросло почти в 2,5 раза. На качество медицинской помощи жалобы увеличились на 37%. Это данные Росздравнадзора, который будет проверять работу Министерства здравоохранения. По словам надзорного ведомства, наш регион занимает четвертое место по числу жалоб на 100 тысяч населения в России. Руководитель Росздравнадзора по Алтайскому краю Владимир Тришутин отметил, что показатель жалоб обращений граждан – это основной индикатор, вокруг которого выстроена вся система здравоохранения. И пациент главный в этой системе. В Рубцовске сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, ограбившего подругу, с которой он познакомился в интернете. На первое знакомство с кавалером дама из Барнаула отправилась в Рубцовск. Правда, оказалось, что кавалер женат и для встреч снял комнату. После общения мужчина удалился, но позже вернулся и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал, чтобы дама сняла с себя все золотые украшения. Отправив подругу на такси домой, Дон-Джуан отнес все золото в ломбард. Злоумышленника задержали по горячим следам. Что ему грозит, читайте на портале Рубцовск.Инфо. Татьяна Голубева, Наши новости. Развивать информационные технологии, объединить мелких сельхозпроизводителей, кооперативы, перенести игорную зону в Тольменский район. Это лишь часть предложений, прозвучавших на округлом столе образ будущего Алтайского края. Эти и другие предложения, по мнению экспертов, политиков, бизнесменов, общественников, должны улучшить социальную и экономическую ситуацию в крае в ближайшие 5-10 лет. Подробнее о том, как проходило обсуждение, Илья Кочетков. Говорили о многом экологических проблемах, катастрофическом оттоке населения. Главное, в чем сошлись многие эксперты, это в том, что нужно сделать так, чтобы Алтайский край был максимально вовлечен в глобальные процессы. Так, экономисты видят выход во включенности алтайских производителей в цепочки создания продуктов. Уже имеющийся пример мясорубка, производимая алтайским ротором. Около 80% деталей там из других регионов и из-за рубежа. При этом мало проработанный пока момент – защита интеллектуальной собственности. Оказывается, китайцы научились ее подделать и продавали ее по брендам ротор, но, как бы сказать, не увидели. Узнали об этом случайно, когда я поставил на гарантию никого мясорубка. Сельское хозяйство – один из столпов алтайского реального сектора. Но здесь, по мнению экспертов, краю необходимо уравнять в возможности крупные холдинги и небольшие хозяйства, в частности, в получении государственных субсидий. На сегодняшний день основную юбилую долю господдержки получают крупные холдинги. Все мы тогда не 100% собираем. Может быть, вообще убрать господдержку? 2%? 2% на 30 лет всех. И крупные холдинги и небольшие сельскостные предприятия. При этом мелкие хозяйства, по мнению Олега Махнакова, будут эффективнее работать в составе кооперативов. А по сбыту продукции ориентироваться на азиатско-тихоокеанский регион. И ближе, и конкуренция пока меньше, чем в европейской части. А вот область, которую, по мнению ряда экспертов, сильно недооценивают – это IT-сектор. Бизнесмен Денис Газукин уверен, сфера разработки программного обеспечения может стать локомотивом для экономики края. По моим расчетам, количество денег, которое привлекает эта отрасль, заметьте, за пределами Алтайского края и за пределами Алтайского края. И за пределами России, в России, в Алтайский край, это около 10 миллиардов рублей в год. А это для принимания примерно 10% бюджета Алтайского края. Но чтобы отрасль стала настоящей точкой роста региона, нужно решить проблему кадров. По его словам, пока высшее профессиональное образование в крае меньше всего ориентировано на информационные технологии. Если алтайские вузы начнут выпускать больше айтишников, это значительно насытит и разовьет перспективную отрасль. Одно из самых необычных решений предложил депутат Барнаульской городской думы 5-6 созывов Иван Куц – перенести горную зону «Сибирская монета» в Тальменский район. Близость Новосибирской области и трассы «Алтай-Кузбасс» сделает ее более доступной и популярной. В целом же, по мнению федерального эксперта Дмитрия Орлова, образ Алтая в представлении экспертов пока не самый радужный, но далеко не безнадежный. Эксперт видит образ будущего Алтайского края в следующем. Это динамично развивающийся регион в целом ряде отраслей – от сельского хозяйства до IT-технологий. Это регион, в котором хорошо, эффективно, приятно жить. При этом, отметил Дмитрий Орлов, для полноценного развития краю не обойтись без разного рода субсидий. И за них, уверен он, нужно буквально бороться как властям, так и представителям бизнес-сообщества. А подобные круглые столы, направленные на поиск точек роста региона, по его мнению, должны стать регулярными. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. Юбилей с размахом. В этом году торговый дом «Аникс» отмечает 25-летие. В компании происходят глобальные изменения, которые трудно не заметить. Какие? Узнаете прямо сейчас. Для того, чтобы люди решались на лучшую жизнь. Так звучит миссия торгового двора «Аникс». Позитивные обновления и перемены увидеть может каждый житель Новгорода. Для сотрудников офисе теперь разбиты вот такие уютные, комфортные зеленые зоны. Центральное место композиции занимают экосферы. В них легко творить и удобно отдыхать. Заметно меняются и магазины компаний. Покупатели встречают большие светлые помещения, богаче стал ассортимент. На прилавках только лучшее предложение алтайских фермеров, огромный ассортимент сладостей и выпечки. Активно участвует компания и в жизни города. Так 9 сентября «Аникс» открывает фонтан УТЦ АБ. Подарки горожанам не заканчиваются. Вот такие продуктовые наборы от торгового двора «Аникс» стали эксклюзивными подарками на праздники «Биск Глобал Пати». Их получили счастливчики, которые выиграли лотерею. Призы получили семьи, участвующие в конкурсе «Я делаю добрые дела». И на этом, обещают представители компании, сюрпризы не закончатся. И о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. В крае переменная облачность, дожди, ветер переменных направлений, умеренный, но немного теплее, чем накануне. В Бийске и Заринске 14 тепла, в Зминогорске 15, в Рубцовске камни на Абии и Славгороде 16. В Барнауле дождливо, ночью прохладно, максимум 6 тепла, днем воздух прогреется до плюс 16. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. У меня на этом все новости. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»